Лучший мем с лаской от Хён Джин и Стрэй Кидз от Эл. О, битва выражений. О, но... Моё лицо очень похоже на его. О, но справа тоже похоже. Как поживает ласка Хван Хён Джин? Перевели Кадзе и телеграм-канал СТЭЙ РУМ. Озвучила Кадзе. Приятного просмотра. Что ж, здравствуйте, с вами Хён Джин и Стрэй Кидз. Сегодня я на мем-интервью, в котором отвечу на мемы, оставленные СТЭЙ. Поехали. Мемберы в один голос хвалят Хён Джин, а реакция СТЭЙ после выхода влога была просто пожаром. Есть ли у тебя части тела, в которых ты уверен? А, да, да. Я это видел. Его спина очень красивая. Мне кажется, если бы Хён Джин много занимался в зале, его бы тело было как древнегреческая статуя какого-нибудь божества. С ума сойти. Божества? Феликс, ты в порядке? Я листал Ютуб и в рекомендациях увидел это. Я на превьюшке был полуголый. Со мной рядом был Стэфф, и я спросил. Разве это не специально? И они ответили. Подожди, просто посмотри. Как ожидалось, СТЭЙ просто не умолкали. И тогда я сказал СТЭЙ, что мне слишком неловко, могу ли я поменять превьюшку. Все в один голос нет, нет, нет. Со мной впервые разговаривали так твердо. Но, честно говоря, моя спина не такая накачанная. На самом деле, в жизни я не такой уж и крупный. Так что, нет такой части, о которой Стэ хотели бы знать, но не знали до этого. Честно говоря, мое тело обычное, нормальное. Честно говоря, в данный момент мне нравятся сейчас больше всего ногти. Я сделал его вчера вечером, перед фотосессией. Это был мой первый раз, когда я использовал маскировочную ленту, которую обычно применяют для картин. Я просто приклеивал крестики. Вот так, вот так сообразные знаки. Снимал, сушил. И получилось довольно аккуратно. Мне очень нравится рисовать на ногтях. Сегодня это моя любимая часть. Тела. Да, да, это правда очень трогает. Я вложил душу и усердно трудился. Меня это правда тронуло, что такие рисунки воспринимаются как нечто значимое, что люди делают татуировки или маникюр с ними. На фотозоне Эймэйстов назвали Хионжин Рапунцель. Ты знал об этом? Если не, теперь знаешь. Хионжин что? Рапунцель? Они сказали Рапунцель? Почему они назвали меня Рапунцель? Рапунцель. Здравствуйте, я Рапунцель. С самого детства Хионжин был мастером пост для фото, это точно не врожденный дар. Позирование? Наверное, это врожденное. Когда я был маленький, мне часто говорили, что я яркая личность. Мама часто меня красиво наряжала, и, наверное, это открыло мне глаза на мир фотографии. Я помню, что мне нравилось позировать, и я делал это с удовольствием. О, боже, я даже подмигивал. Еще одна история из детства. Правдивая ли она? Говорят, что в детстве он плакал, потому что ему сказали, что у него маленькая голова. Я думаю, что в детстве мне не нравилось, что у меня маленькая голова. В любом случае. Спасибо. Я этого не помню, но понимаю, что сейчас... Маленькая голова это хорошо, Хионжин. Хионжин, король прозвищ. Фанаты называют тебя Хунжин, Конжин и Пу Джин. Ты знал об этом? А, да, я знаю. Но почему... Хунжин? Я понимаю, Хунжин. Это типа... Хунжин! Звучит мило. Хунжин звучит как... Пум-пум. Почему ты называешь меня Пунжин? А, Хунжин, Хун, тепло, уютно. А Джин добавляет простоты и непосредственности. Что-то глупое. А, это Пу Джин. Ооо, Хёнжин. Хунжин, теплый. Конжин. Пунжин. Стоит, даже разделили тебя на внешнего и внутреннего. Ты знаешь об этом? Ооо, я видел это фото. Я использую довольно много эмоций. И скрывать их у меня плохо получается. Кажется, фанатам это нравится. Наверняка они видят фото и думают. Наверное, он думает так и просто делает из этого мем. Ну, я думаю, это просто мем и всё. Ооо, какой хороший сегодня день, кидайте эту фотку. Но день вовсе не хороший. Или, допустим, я такой счастливый сейчас, а на самом деле ты раздражён. Что-нибудь такое. Ну, это так точно сделано, будто моя душа вылезает наружу. Расскажи о вашем мировом туре. А, точно, да, сейчас у нас проходит мировой тур Dominate. Недавно мы были в Гаосюне. И знаете, что мне нравится больше всего в моей работе? Это концерты во время тура. Мне очень нравится приезжать в разные страны и видеть так много стей. Мне это очень нравится. Да, да. Честно говоря, я спускаюсь не чтобы сделать вас счастливыми. Я так взволнован, что хочу быть поближе к вам. Когда вблизи я вижу, как стей радуется, у меня тоже вырабатывается эндорфин. Так что я чувствую себя более заряженным. Буду стараться чаще спускаться к вам. Лучший мем с Лаской от Хён Джина и Стрэй Китс от Эл. Тринадцатый раунд. Старт. Когда я говорю, что я человек, стей не верят мне. Ага, выбрать то, что на меня больше похоже. Вот этот. Где высунут язык? Я серьезно, почему так много похожих орков? О, но мне очень нравится мем с ванной. Но так хорошо подобрали цвет худи для Ласки. Поэтому я выберу с худи. Но это фотосессия для Эл. Выбираю второй. О, это был фан-мид. Тогда я надел этот банд. Гамак. О, слева поза точь-в-точь. Я выберу его. Как мило, это Хорек. С Мишкой. Это мой медведь, и мы даже дали ему имя. Анонимный. Приятно его видеть. Я выберу с Мишкой. О, я думаю, это Бумджин. Я думаю, я нашел его. Это же Бумджин. Это выражение лица. Бумджин. Выглядит так же. Мы очень похожи. А, это последний? Я выберу купание. О, слишком мило. Носик как у свинки. О, не могу смотреть на то, как я прыгаю отчасти. С Мишкой. Как Хорек держит этого медведя? С языком. Ванная. Почему у него такой нос? Мило. О, битва выражений. О, но... Мое лицо очень похоже на его. О, но справа тоже похоже. О, но... Я выберу это. Лица очень милые. Уже финал? Да. Я выберу это. Очень мило. О, ну как Хорек может так улыбаться? Как поживает ласка Хван Хён Джин? Вы знаете, это типа как мемы. Раньше я не был так похож на Хорька. Но люди говорят, что я похож на Хорька, и теперь я правда как Хорек. Это невероятно. Серьезно, их так много. Это будто искусственный интеллект их генерирует. Лучший Хорек Хван Хён Джин это... Вот этот. Очень милый. У него такой ротик. Я очень рад снова увидеть эти мемы, над которыми так усердно посарались с Тэй. Я думаю, вам понравится увидеть столько мемов с Хорьком. Надеюсь, вы насладитесь моим интервью для Супер Эль и Версачи. С нетерпением ожидайте. Всем большое спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok